Библейский портал экзегет.ру представляет именно практические наставления. Иногда интересные, иногда очевидные, но всегда есть о чем поговорить. Не полагайся на имущество Твое, и не говори, станет на жизнь мою. Ну, это притча о безумном богаче в Евангелии. То есть, у кого много, тот думает, ну, мне до конца от жизни хватит, не знаешь, что будет дальше. Не следуй влечению души Твоей, крепости Твоей, чтобы ходить в похотях сердца Твоего, и не говори, кто власть-то на делах моих, ибо Господь непременно отомстит за дерзость Твою. А это вот такая апология частной жизни. А тебе какое дело? Что хочу, то и делаю. Не случайно рядом с богатством. Я на свои пью, гуляю, да? У меня достаточно средств, чтобы за это, за все заплатить. Но Господь отомстит за дерзость Твою. Какая же дерзость? А вот ровно в том, что ты думаешь, что ты располагаешь тем, что тебе Бог дал. Ты, прежде всего, жизнью свою не располагаешь. Ты ее за сколько купил, эту жизнь, что она Твоя? Не говори, я грешил, и что мне было, ибо Господь долготерпелив. То есть, то, что заставляет человека грешить, как вариант, он не видит никакого воздаяния быстрого. Так это хорошо, что не видит. Господь дает возможность исправиться. При мысли об умилостивлении, не будь бесстрашен, чтобы прилагать грех ко грехам. И не говори, милосердиво велико, он простит множество грехов моих. Но когда человек исповедуется во грехах, это же еще и в Ветхом Завете было, естественно, не такое таинство, как в современном христианском мире, но жертвы за грех приносились, другие вещи. И человек грешит, и кается, грешит, и кается. И ему удобно. Чего, покаялся, не виноват, но и грешить не бросил, потому что, что, хорошо грешить, приятно, легко. Милосердиво велико. Ибо милосердие и гнев у него, и на грешниках пребывает ярость его. Немедля обратиться к Господу, не откладываясь со дня на день. Ибо внезапно найдет гнев Господа, и ты погибнешь во время отмщения. То есть, милосердие это есть, но нельзя рассчитывать, что оно бесконечное. Не полагайся на имущество неправедное, ибо не принесут себя пользу в день посещения. Посещение, то есть, когда Господь тебя посетит, и, возможно, что-то с тобой произойдет совсем не так, как ты себя представляешь. И ты думаешь, ты откупишься, а вот произойдет ровно такое, что откупиться не позволит. Вот такая мысль об отношении к своим грехам. Смотрите, это ведь гораздо глубже, чем книги-притчи. У нас в самом начале этой книги Иисуса Сына Серахова говорилось, что ее автор изучал закон пророков, разные писания, и вот он решил и сам нечто написать. Это комментарии. И все гораздо глубже, так тоньше, скажем, значимее. Развитие, идет развитие. То есть, эта книга, это комментарии на притчи, ну и на другие книги при мудрости в каноне. «Не вей при всяком ветре, и не ходи всякой эстезией». Таков двуязычный грешник. Веяли тогда, подбрасывали на ветру, как правило, вечером, когда с моря в святой земле дует ветер. Ну, в Египте все иначе может быть, но принцип тот же самый. Подбрасывали зерно, чтобы выдало шелуху ветром, а зерно упало вниз, оно тяжелее. Вот не вей при всяком ветре, в смысле не всяким обстоятельствам спеши соответствовать. Не ходи всякой эстезией. Таков двуязычный грешник. Будь тверд в своем убеждении, одно да будет твое слово. То есть, раз сказал, и все. Будь скор к слушанию, и обдуманно давая ответ. Скор к слушанию. Вот люди очень часто скоры к говорению, а к слушанию прям совсем у них никакого желания нет. Если имеешь знание, то отвечай ближнему, а если нет, то рука твоя да будет на устах твоих. Не говори, чего не знаешь. Проще сказать. В речах славы и бесчестие язык человека бывает падением ему. Не прослови наушником, ну, сплетником. Сегодня наушник — это вот приборчик, а тогда это сплетник. И не коварствуй языком твоим, то есть не строй каких-то козней. Ибо на воре стыд, на двоязычном злое порицание. Не будь неразумным ни в большом, ни в малом. Вот как много внимания словам и мыслям, да? Вся глава только про слова и мысли, причем про мысли прежде. Но опять-таки это размышления, потому что дурные поступки, они ни откуда-то берутся из воздуха, не растут на деревьях, как яблоки. Они вырастают из замыслов человека, и слова — это первое, что рождается из этих замыслов. Тема продолжится в шестой главе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok